Мы уже рассказывали вам о зарубежных знаменитостях, переживших смерть возлюбленных. Сегодня в выпуске «Российские звезды, потерявшие вторых половинок». Дмитрий Шепелев потерял Жанну Фриске в 2015 году. Певица скончалась из-за неоперабельной опухоли мозга. К сожалению, звезде не помогло лечение в Америке и Азии. У пары остался сын Платон, который проживает с папой. Оперная певица Мария Максакова пережила смерть любимого мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого убили на улице Киева. Позднее звезда призналась, что потеряла человека, которого любила больше всего в жизни, и была счастлива только с ним. Константин Хабенский и его супруга долго пытались завести ребенка, и в 2007 году Анастасии удалось забеременеть. Но счастье омрачилось печальной новостью – ей диагностировали опухоль мозга. Чтобы родить ребенка, девушка отказалась от лучевой терапии. После рождения сына Вани супруга актера поехала на лечение в Лос-Анджелес, но это не помогло. Зимой 2008 года она умерла. Юмористка Елена Воробей потеряла любимого мужа и отца дочери в результате нелепой случайности. Ее супруг собирался чистить водосточные трубы в загородном доме, поднялся вверх по лестнице, но не удержал равновесия и упал. В результате падения мужчина повредил череп, что привело к коме. Врачи полгода боролись за жизнь супруга Воробей, но спасти его не удалось. Певица Максим пережила смерть человека, с которым хотела связать судьбу. Пара планировала романтическую поездку, но Георгий за день до вылета скончался. Выяснилось, что парень был военным, служил в Чечне, а причиной смерти стала одна из старых серьезных ран. Теона Дольникова потеряла бойфренда в 2014 году. Звезда мюзиклов «Метро» и «Граф Орлов» встречалась с актером Никитой Боченковым чуть больше года, до его скоропостижной кончины от разрыва сердца. Страшной драмой обернулось для режиссера Юрия Мороза катание на снегоходе. Водитель снегохода не заметил овраг, и транспортное средство на скорости 70 км в час перевернулось. Жена Мороза, Марина, ударилась головой о дерево. С открытой черепно-мозговой травмой она была доставлена в больницу, но помочь ей уже ничем не смогли. Олимпийская чемпионка-фигуристка Екатерина Гордеева стала вдовой, когда ей было всего лишь 24 года. Муж Екатерины и ее партнер в фигурном катании Сергей Гриньков умер в 28 лет. По заключениям медиков, в день смерти фигурист перенес инфаркт. Тогда молодой человек не придал значения болям в сердце, а спустя несколько часов оно отказало. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.